Пандусы для маломобильных граждан, световое табло, системы видеонаблюдения, глонассы и кондиционирование. Транспорт хорошо оснащен. Одним словом, есть все для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Новые автобусы белорусского производства, которые были доставлены в столицу региона и 1 сентября появились на улицах Самары, горожане оценили по достоинству. Некоторые даже пересели из трамваев, чтобы прокатиться на новых и вместительных машинах. Вместимость большая, он больше, чем первый предыдущий был. Ну и сидений побольше, вот все мне нравится. Хорошо, понравилось. Ездили с детьми, очень удобно, бесшумно. В общем, все хорошо. Я иду первый раз, видела их, устала чаще. Дай бог, чтобы это продолжалось в таком же, скажем, ритме, как и сейчас. Пока все устраивает. На Красноглинском направлении 30 новых МАЗов большой вместительности. Автобусы под номерами 1, 50, 51. Жители, которые пользуются этими маршрутами, просили усилить работу на линии для повышения ритмичности перевозок. И выход новых автобусов позволил увеличить выпуск подвижного состава. На 51-м 100% выпуск, на 1-м и на 50-м автобусу 85%. То есть, ну вот на 1-й автобус сейчас вот прям подтянут до 100%. На 50-м автобусе будем работать, чтобы до конца недели у нас тоже был 100% выпуск транспорта. Транспорт продолжают готовить к рейсам. До 9 сентября будет решаться вопрос функционирования валидаторов. В настоящее время продолжается процесс обновления программного обеспечения. Кроме того, данные по новым автобусам вносятся в электронную систему. И в течение текущей недели они станут доступными в транспортных приложениях для всех желающих. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, которая должна прописаться в систему. Вот мы этим сейчас занимаемся. Я думаю, что до четверга, максимум до пятницы мы этот тоже вопрос снимем. И этот транспорт, он весь будет отражаться в пребывалке. Не оставили без внимания вопрос, который касается системы климат-контроля. Для корректной работы специалисты просят пассажиров не открывать окна во время движения. С водителями также проведен дополнительный инструктаж. Стоит отметить, что кондиционеры, которыми оснащены новые автобусы, работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Поэтому зимой самарцы будут ездить с теплом и с комфортом. Стоит отметить, что профильный департамент следит и за соблюдением частоты подвижного состава. Перевозчику поручено в течение ближайших трех дней провести тщательную мойку автобусов и обратить пристальное внимание на состояние салонов. Сейчас мы, конечно, с перевозчиком все это дело посмотрим сами. Транспорт проходит перед выпуском на линии обработку, его моют. Но вот если недостаточно этого, значит будем принимать меры и будем указывать перевозчику, чтобы он поддерживал частоту в салоне. Специалисты профильного департамента ежедневно находятся на связи с жителями областного центра. Механизм обратной связи с пассажирами помогает своевременно улучшить работу и в части интервалов движения. На текущей неделе также будет проведен дополнительный выездной мониторинг работы маршрутов, обслуживающих Красноглинское направление. В этом году новые автобусы получили и другие города региона. Пассажиры отмечают мягкость и плавность хода, комфортные сидения. А водители хвалят кабины, отделенные от пассажирского салона. До конца этого года планируется передать всем муниципалитетам области еще более 300 машин. Ольга Павло, Григорий Плешаков. События.